Вертолет, наконец, идет на посадку. В поисках кочующей оленеводческой бригады сельхозпроизводственного кооператива «Харп» пришлось немного поплутать. Это одна из трудностей или, если хотите, специфика работы избиркома с кочевниками в регионе. Я так-то не местная. Я здесь в отпуске. Списки избирателей, которые голосуют досрочно по месту работы или временного пребывания, сформированы давно. В тесном контакте с главами муниципалитетов и руководством сельхозпроизводственных кооперативов. Поэтому трудностей не возникает. Дружинники «Тундры» приходят на участки и отдают свои голоса за кандидатов. Сегодня, например, проголосовали 77 человек. Среди них оленевод из Красного Сергей Соболев. Голосую я постоянно. Постоянно? Сколько лет уже голосуешь? Сколько живу, сколько как 18 исполнилось, так и голосую. А здесь давно уже находишься, работаешь? Постоянно работаю здесь. И каждые выборы прилетают, да? Да, да, да. Я постоянно с собой поспорил. Всего с 30 августа начало кампании по досрочному голосованию на территории Ненецкого округа свое избирательное право уже реализовали 880 человек. Кроме оленеводов и чумработниц, а их было 83 человека, самый многочисленный электорат – вахтовики – 775 человек. И 22 жителя населенных пунктов, где не образованы избирательные комиссии. Таких на территории Ненецкого округа 4. Мы организуем эту работу совместно с руководством СПК. Здесь координируемся вместе с департаментом природных ресурсов и АПК. Эта работа достаточно долгая, кропотливая. Мы ее начали еще в июне. Мы собирали заявки, вычисляли точки координатные, где они находятся в период досрочного голосования, на связи, на телефонах с руководителями предприятий, с бригадирами, с председателями участковых комиссий. Такая организационная работа достаточно хлопотливая. Планируется, что до конца досрочного голосования свою гражданскую позицию смогут выразить порядка 4,5 тысяч человек, что составляет 12,5% от общего корпуса избирателей региона, находящихся в труднодоступных районах Ненецкого округа. Запланировано 9 вылетов избирательной комиссии на места. Это месторождение частично Русь-Вьет-Петро мы уже охватили. ННК Печора-Нефть, Башнефть-Полюс, ну и многие другие месторождения. Там у нас работают очень большое количество избирателей, и на них ориентировано в значительной степени досрочное голосование. Свои условия в работу избирательных комиссий вносит пандемия. Работа мобильных избиркомов строится с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Особенно это касается нефтяных промыслов. Поскольку у них там введены меры профилактики, санитарные, то мы требуем наличия вакцины, вакцинации от всех членов участковых комиссий, плюс свежий ПЦР-тест, а некоторые месторождения еще и требуют наличия справки о соответствующем уровне антител. Напомню, выборы в Госдуму 8-го созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав 9 субъектов Российской Федерации. Еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты ЗАГС Собраний и 39 региональных парламентов. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.